В эфире программа Актуальное интервью. Студия Ольга Руслова. Здравствуйте. 20 ноября день памяти участников оленей транспортных эшелонов Великой Отечественной войне. Эта дата была установлена для того, чтобы увековечить память жителей Ненецкого автономного округа, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны в составе оленей транспортных эшелонов, внесших значительный вклад в победу над фашизмом. И сегодня у нас в гостях историк, автор книги «Оленная армия» Юрий Канев. Здравствуйте, Юрий Викторович. Добрый всем день. Юрий Викторович, приближается 80-летие формирования оленей транспортных эшелонов. И каким видится вам это событие? Ну, все-таки это уже ретроспектива, а 80 лет прошло. И мы должны понимать, что это одно из таких, может быть, маленьких эпизодов Великой Отечественной войны. Потому что 1941 год стал для нашей страны временем колоссальных испытаний. Ведь действительно Красная армия вынуждена была отступать. И в ноябре 1941 года ситуация на фронте была очень тяжелой. То есть, если бы сказать честно, да, немцы подходили буквально уже вплотную к Москве. Немцы блокировали Ленинград, который находился в очень тяжелом состоянии. И, несмотря на это, Государственный комитет обороны именно в этот день, 20 ноября 1941 года, рассмотрел вопрос о создании частей для Карельского фронта. Надо понимать, что Карельский фронт — это четверть Советско-германского фронта от Мурманска до Петрозаводска. Огромное расстояние. Там были финские войска и там были германские войска, в том числе на самом северном оконечестве фронта под Мурманском. Шли тяжелейшие бои в течение всего июня-июля-августа-сентября 1941 года. И немцам там не удалось решить задачу взятия Мурманска, как важнейшего портового центра. И там образовалась линия фронта. Линия фронта протяженная, линия фронта, скажем так, в очень тяжелых географических условиях. Это скалы, это, скажем так, отсутствие дорог, это глубокий снежный покров. И надо сказать, что руководство Архангельской области, Ненецкого округа, еще ряда территорий в то время уже вздумывалось о том, чем помочь фронту. И вот не так давно был обнаружен интересный документ. 5 сентября 1941 года тогдашний руководитель Архангельского партии большевиков, Огородников, обращаются в адрес секретаря ЦК Маленкова о том, что нужно формировать как раз вот те самые олени транспорта. Но дело в том, что это была не совсем уже новая тема. Еще в период Советско-финской войны, в 1940 году, такие части были сформированы. И они, в общем, вполне успешно действовали. Но война была короткая, но, однако, опыт остался, и память об этом осталась. Поэтому, когда началась большая война, было принято решение о формировании тех самых олени транспорт-частей для того, чтобы снабжать войска боеприпасами, продовольствием, эвакуировать раненых, сбитые самолеты и много-много чего еще делать на фронте. И вот, надо сказать, что эта инициатива была поддержана. И, в общем, уже в сентябре-октябре 1941 года формирование будущих вот этих частей, оно шло полным ходом. То есть, что нужно было? Нужны, в первую очередь, были, значит, олени ездовые, обученные. Нужны были сами каюры ездовые, которых нужно было пособрать. Нужны были, значит, средства передвижения в виде нарт. Их тоже, в общем, нужно было тоже собрать. И, надо сказать, что вот органы власти тогда отработали по полной программе. То есть, они собрали буквально все для того, чтобы отправить их на фронт. И, надо сказать, что постановление 20 ноября 1941 года, в общем, закрепило просто то, что уже свершилось по факту. А участвовали только жители Ненецкого округа? Вошли в эти эшелоны оленей транспортные? Или это были ненцы и комиссы и всего? Нет, я поясню сразу, что эта тема была такая межрегиональная. То есть, с одной стороны, первые уже олени транспорта формировались еще в октябре 1941 года. Это Мурманская область. И там было отправлено 3000 ездовых оленей. И там 77 самов, которые стали первыми на фронте прибыли. Это был еще октябрь 1941 года. Начало ноября они уже на фронте участвовали. Зима 1941 года была очень холодная, ранняя. И, в общем, они уже там воевали. Но, учитывая, что вот этого поголовья не хватало для снабжения, было принято решение как раз об увеличении количества этих частей. И еще один момент был. Уже задумывались о том, что нужно будет переходить в контрнаступление. И нужны обученные части, которые смогут действовать в условиях Крайнего Севера. И кроме, скажем так, транспортных частей, формировались и боевые части. Так называемые олени-лыжные батальоны. Вот как раз это конец 1941-го, начало 1942 года. И им тоже нужно было поголовье оленей. Поэтому, когда вышло постановление Государственного комитета обороны 20 ноября, оно, в общем, как бы фиксировало то количество животных, которое требуется для многих-многих-многих задач. И вот надо сказать, что задача эта была выполнена. 10 тысяч оленей, из них 6 тысяч оленей из Неницкого округа и 4 тысячи оленей из Республики Коми были успешно перегнаны под Архангельский Онегу, где началось формирование вот этих вот новых частей для Карельского фронта. Вообще задача ставила сформировать 12 батальонов, оленей-лыжных батальонов, которые должны были вот в марте-апреле 1942 года в общем прогнать немцев с Крайнего Севера. Ну, проблем было много, сразу скажу. Почему проблем было много? Потому что опыта использования таких частей, конечно, не было. И вот когда читаешь документы, вот 1941-1942 года, восприятие у, скажем так, командиров Красной Армии, что оленьи, упряжки, это как тачанки, знаете, кавлицкие тачанки, образца гражданской войны. Огромная скорость, там они могут возить чуть ли не пушки, не там минометы, пулеметы и так далее. На самом деле эти олень северный, с животным сравнительно небольшое. И упряжка оленей может перевозить грузы, но важно учитывать снежный покров и рельеф местности. И самое главное, что если олень в ноябре-декабре это очень сильное животное, оно как бы нагуляло жира за лето и, в общем, способно перевозить, то к весне олень, в общем, выдыхается, становится очень слабым. Но вот в итоге многие эти вещи не были учтены. И когда, значит, эти части прибыли на фронт, это был март 1942 года, вот опыта эксплуатации совершенно не было. И их бросили наступление. Надо сказать, что наступление, вот так называемое апрельско-майское 1942 года, оно, в общем, практически провалилось. Большие потери были. Некоторые батальоны были уничтожены практически полностью. Например, 10-й олень и лыжный батальон был полностью уничтожен по окружению. От 8-го олень и лыжного батальона, в котором, кстати, служило очень много наших земляков, осталось там несколько десятков человек. То есть, ну, вот, поднесли они большие потери. И решить задачи вот тогда весной 1942 года не удалось. Там было много обстоятельств. И слабость еще армии, и отсутствие авиации. В общем, много-много-много чего наложилось. В итоге наступление провалилось, были же большие потери. Но, в общем, появился опыт, как использовать такие части. И вот после этого командование Карельского фронта и 14-я армии, которые, в общем, входили в эти части, они, в общем, переформировали летом, осенью 42-го года олень и лыжный батальон. Была создана отдельная бригада, 31-я бригада, которая, в общем, должна была заниматься диверсионной деятельностью. А все остальные части получили, вот, все дивизии и бригады, вот, 14-я армии имели, так называемые оленьи транспорта, которые снабжали их в самых сложных погодных условиях. Подвозили вот те самые боеприпасы, продовольствие, вывозили раненых, перевозили командиров, связных и так далее, и так далее. Мы вытаскивали самолеты. Вот уже летом, скажем так, в сезон, зима 42-го, 43-го года было вытащено несколько десятков самолетов. То есть появился тоже такой опыт, делал то, что там самолет, вещь дорогая, стоимость даже истребителя обычного, там, больше сотни тысяч рублей в то время была, были большие деньги в то время. Ну и вот было принято такое решение, что из самых сложных мест самолет разбирался, и силами оленьих упряжек их вытаскивали к линии фронта, соответственно, и затем тащили до аэродромов, где их собирали, снова ремонтировали, и они снова вступали в бой. Можно сказать, насколько значительно, вот оправдало себя вообще создание вот этих вот... Да, конечно. Насколько они значительный вклад внесли? Учитывая, что, ну, прям, скажем, альтернативы-то никакого не было. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что шла война, все усилия были брошены на создание специальной военной техники, имеется в виду танков, самолетов, бронемашин, артиллерии, а советский не мог позволить себе, рожка создать у себя какую-то снегоходную технику. Ну, ее просто не было. Были аэроссани, но они были настолько маломощенны, их было так мало, что их не хватало везде. А вот олени и часть себя оправдали на 100%, даже если не на 200%, потому что ничего другого у нас не было. Мы могли только при помощи вот оленьих упряжек перевозить те самые груза. Надо сказать, что немцы вначале ведь тоже относились к появлению оленей на фронте так снисходительным, что приехали колхозники, там что-то возят, ну, если пусть возят. Но когда они поняли, что они возят, и куда они возят, и чем они занимаются, в общем, они начали достаточно активно охотиться на олени стада, носили даже бомбовые удары, обстрелили из пулеметов. Ну, вот эпизодов, когда немецкие самолеты атаковали, значит, вот, рогиши оленей, о них очень много, и там оленей погибали. Немецкая артиллерия, в случае, если замечала, тоже открывала огонь по оленеводам, то есть, ну, таких случаев десятки. И, в общем, были случаи гибели многих оленеводов на фронте, то есть, не погибали именно от ударов авиации, артиллерии и так далее. Вот. Так что, вот, действительно, создание этих частей, оно себя оправдало, и повторюсь, что ведь они выполняли самые многообразные задачи. То есть, это и рейды в тыл противника, это и эвакуация раненых, а за годы войны было эвакуировано там огромное количество раненых. И, по большому счету, если бы их не вывезти, они просто погибали бы эти люди, имеется в виду, потому что по-другому их просто было не вывезти с линии фронта, учитывая, что за дорогами это была полная беда. И сейчас-то за дорогами в Мурманск, наверное, не все хорошо, а тогда тем более их не было. Поэтому, вот, кстати говоря, наши противники, если сказать честно, и финны, и немцы тоже использовали, скажем так, оленей, но в гораздо меньших масштабах у них просто не было такого количества. Советский Союз в силу своей организации мог позволить себе, вот, учитывая, что у нас была, скажем так, система колхозов и совхозов, мобилизовать, ну, по большому счету, большое количество оленей ездовых. А, ну, учитывая, что, там, допустим, та же Финляндия, это все-таки была страна капиталистическая, то отбирать лично оленей было нельзя. Поэтому, видимо, какое-то количество просто покупалось, забиралось. И в итоге, ну, были у финнов оленей какое-то количество, у немцев было небольшое количество, но, в общем, их было совсем немного по сравнению с нашими, то есть там на порядок меньше. — Юрий Викторович, я знаю, что «Оленная армия» эта книга издавалась дважды, да? — Да. — Потому что в первую книгу не вошли все материалы, все изыскания, которые были сделаны. А на сегодняшний день есть еще что-то новое, что не вошло во вторую книгу? — Ну, первое издание делалось на материалах Нинецкого округа, то есть оно было изначально как бы такого кроического характера, и там в основном были материалы, связанные именно с Нинецким округом. А вторая книга, она гораздо шире по содержанию, она связана уже с участием ИСААМов, в частности, потому что, ну, вот мы не должны забыть, что части, которые формировались о линии транспорта, они были многонациональными, по своей сути. То есть там были и Нинцы, там были и Коми, там были ИСААМы. Больше того, там участвовало большое количество и русских, они тоже там были. Я помню очень такой смешный момент, когда я писал книгу вторую, я стал смотреть состав одного из о линии транспортов, это же была, в общем, часть воинская. И там были, соответственно, и Фельдшер был, и Начфин. Вот Начфин, например, был еврей. Тоже он сходил в состав о линии транспорта подразделения. Откуда он был? Ну вот, откуда он был, он был еврей по национальности. То есть части были многонациональными. В этом отношении ведь воевал весь Советский Союз, и мы должны признать, что вот эта ситуация, когда весь народ сплотился, она ведь посудилась, послала нас. Потому что если бы начали делиться там какие-то подразделения, то, наверное, это было бы не очень хорошо. Но так или иначе, вот о линии транспорта, вот как их называли, они, в общем, повторяю, были частями, которые формировались именно из оленеводов-профессионалов. И вот один интересный факт, который я тоже отмечал в свое время, что часть солдат, когда, значит, заканчивался вот этот вот осенний-зимний период, их отправили в стрелковое подразделение. И впоследствии, значит, для того, чтобы вернуть обратно в солдаты оленевода, с них требовали бартер, значит, оленями шкурами и мясом, потому что знали, что требуются вот такие специалисты, а ведь действительно таких квалифицированных оленеводов было, действительно, немного. То есть, ну, в любом случае, допустим, я говорил о первых транспортах самовских, там, 77 человек. То есть, счет шел буквально, как бы, на десятки людей. То же самое у нас, уходило на фронт, тоже это были десятки, ну, может, там, 100 с небольшим человеком, 150 человек. Поэтому, в общем, их ценили на фронте этих людей, потому что знали, что других-то не найти. И это только кажется, что управлять оленями и, скажем так, выпасать их это дело – простое занятие. Нет, это занятие очень сложное. И оно требует больших навыков, большой опыта и больших знаний. Поэтому, в общем, бойцов оленеводов на фронте ценили. И вот документы интересные, их, в общем, старались награждать. То есть, награждали, благодарности, воинские звания присваивали, ефрейторов, младших сержантов, медали давали. Но, правда, я скажу интересный момент, опять же, больше одной медали не давали. То есть, как-то, видимо, была такая практика, что поочередно награждать. И большинство тех, кто воевал, ну, они имеют медали за боевые услуги, за отвагу, но вот больше одной медали не давали. То есть, считалось, что один получил, значит, следующий должен по очереди получить и так далее. Но, в случае, поощряли, не забывали. То есть, несмотря на то, что, вроде, казалось бы, это транспортные части, но их старались все равно поощрять, награждать, выделять. И особенно, кстати, ценили СААМы, кстати говоря, потому что они были проводниками. И были интересные воспоминания одного, помню, разведчика. Он сказал, что СААМы вывозили его за линию фронта, как они там обманывали финнов, потому что с финной, финной это был очень опасный противник. И они, в общем-то, всяческими способами там путали следы, чтобы завести его, потом забрать обратно. То есть, вот такая интересная история. А какие были еще интересные моменты во время написания книги с документами, которые поразили, удивили? Ну, вообще, самый интересный документ — это воспоминание людей, конечно же. То есть, воспоминание конкретных фронтовиков о тех событиях, которыми пришлось столкнуться на фронте. Ну, там самые разнообразные события, например, да, которые вот вспоминаются, например, да, что вот многие ведь, уходя на фронт, брали, например, своих личных оленей. И я вот помню, что одна из дочерей фронтовика, значит, Валентина Гордеевна, значит, ее отец Роман Александрович Вучийский, он погиб на фронте. Вот как раз из тех, кто погиб на фронте, уходя на фронт, забрал свою личную пряжку. У него было четыре белых оленя. Его гордость была. Вот, и уезжая на фронт, он сказал дочери, что я вот вернусь и перевезу голову Гитлера. Вот, то есть, вот так вот он, уходя на фронт, сказал. Но, к сожалению, с войны он не вернулся, он погиб. В 44-м году он погиб на фронте. Ну, вот такая история интересная, да, сказалось бы, маленький факт, но, как бы, он показывает, какие это были люди, уходя на фронт, и перевезу тебе голову Гитлера. Вот, и многие уходили на фронт с тем, что мы вернемся с победой. То есть, они знали, что победят. Уже тогда, в 41-м году. Вот сейчас очень много говорят, что, молодежь особенно, о том, что, ну, зачем мы вот это все время вспоминаем, каждый год, что это давным-давно прошло, что этих людей уже и в живых скоро не будет, ни одного человека, кто был участником. Для чего это надо, на ваш взгляд? Ну, вообще, народ, который не помнит свои истории, это, ну, скажем так, люди без будущего, образно говоря. Если мы не помним прошлое, у нас не будет будущего. То есть, если мы не хотим помнить о наших предках, о том, что они совершили, а они действительно совершили подвиг, да, потому что воевать в условиях Крайнего Севера, тем более с таким опасным противником, их противники были не обычные какие-то пехотные части, это были горные егеря, люди специально подготовленные в условиях самых сложных воевать. Это были австрийцы, это были баварцы, это были части, которые, в общем, с победой прошли Польшу, они воевали во Франции, они воевали в Норвегии, и, в общем, вполне успешно эти страны захватили. Ну, если мы не будем о том помнить, наверное, там вообще будет полный позор, и о нас никто не вспомнит впоследствии, потому что мы ничем хорошим, наверное, не отличимся. Поэтому сохранение памяти, вообще исторической памяти, традиций, это очень важно. Вот в Европе это хорошо понимают, и они стараются всячески поддерживать историческую память, о том, как воевали, ну, допустим, в той же самой Англии, Франции, до сих пор чтят героев Столетней войны, хотя война была в 14 веке, прошло уже 700 лет до сих пор, национальной героиней Франции является Жан Д'Арк. То есть, наверное, есть о чем задуматься, и нам в том числе. Я знаю, что сейчас вы закончили работу над героями Аляной армии, да, а сейчас вы работаете тоже над героями. Расскажите, пожалуйста, над чем сейчас трудитесь, и что вылится в итоге? Ну, вот, сейчас, как бы, да, есть такой очень интересный проект, я считаю, что интересный, потому что он действительно интересный, потому что он касается имени участия Малочеслава Севера в Великой Войне. Вот, опять же, да, аспект очень интересный в том отношении, что в 30-е годы шла, наверное, модернизация. Ненцев из практически первобытного общинного строя, в котором они жили, да, вот такого очень родового, перетаскивали в социализм. Причем делалось все это очень форсированно. Форсированно открывались школы, открывались учебные заведения, был институт народов Севера, который готовил вот все народы Севера, там учились. Это вообще был очень интереснейший период в, скажем так, жизни этих народов. Их действительно уделялось огромное внимание. Из них пытались сделать полноценных граждан Советского Союза. И следующим итогом стало то, что они попали служить в армию, ведь до этого народы Севера никогда не призывались в армию. То есть это царская Россия считала, что достаточно других контингентов. И вот 1 сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война, Довремен вступил в СССР, вступил в закон о всеобщей воинской повинности. Стали призывать всех. И вот именно тогда народы Севера, в том числе и ненцы, они попали служить в армию. И, в общем, это была первая такая большая война северных народов. И надо сказать, что они показали себя очень достойными в этой войне. То есть, несмотря на то, что они были в массе своей, это были люди неграмотные. Люди, которые не умели читать, не умели писать. Люди, которые, ну, в общем, уходили на фронт, скажем так, из самых отдаленных мест. Это Таймыр, это и Хантамансийский округ, это Ямал, наш округ. То есть, это все очень отдаленные территории. Они, почему, ходили на фронт и вполне успешно сражались. Причем сражались на самых различных участках фронта, не только на Карельском фронте. То есть, по большому счету, если сказать честно, то на Карельском фронте воевало, ну, от силы, может быть, 5-7%. Все остальные сражались на всех фронтах, значит, вплоть до Севастополя. То есть, например, один из ненцев был участником обороны Севастополя, он там погиб, кстати говоря. Поэтому, говоря об этом, понимаем, что это, наверное, одна из самых белых пятен в истории. Потому что нам надо говорить о том, что тогда ведь воевали все. И действительно, даже малое народы, которых, ну, те же ненцев в 30-м году было 25 тысяч человек. Что такое 25 тысяч человек? Это небольшой город, по своей сути, в той же России. 25 тысяч человек. Но ведь поставили под ружье по 4 тысячи человек. И из них около тысячи погибло. Вот для ненцев это был просто, ну, такой удар генетически страшной силы, потому что эти погибают, наверное, они лучшие. И погибла с того молодежь. То есть, это люди там, там, с 17-го по, там, 26-й год рождения. И, конечно, удар был очень сильный. И потом сказалось и на численность ненцев, в том числе, она снизилась по переписи 59-го года. Если ненцев было по переписи, там, 37-го года было 20, там, по-моему, 5-6 тысяч человек, то по переписи 59-го года было 23 тысячи всего осталось. То есть, действительно, это был удар. Учитывая, что потери были большими, конечно, это вот, надо об этом говорить тоже. И, ну, я думаю, что и по многим другим народам Севера, там, и Ханты, и Манси, и другие, они тоже понесли большие потери. Это вопрос тоже требует своего исследования. Поэтому, часто исследование, ну, как бы, вот, по конкретно именно ненецкому народу, оно, в общем, находится в стадии завершения. Ну, вот. И я думаю, что там будет очень много интересных фактов, которые мы сможем увидеть и понять, что, да, действительно, конечно, воевали все. Ну, вот, для малых народов Севера это была, ну, если трагедия тоже. Пару случаев, пару своих открытий, примеров каких-то. А, ну, еще очень интересные люди. То есть, там, если начать вспоминать, там будет не пару, там будет много десятков случаев, кто там отличился в боевых действиях. Вообще, кстати говоря, там, если не ошибаюсь, около 300 человек было награждено боевыми наградами. То есть, те, кто пришел с войны с орденами и медалями, были те, кто был награжден, там, двумя, тремя, четырьмя, вот. И даже питью наградами. Питью наградами. Ну, например, у нас Петр Андреевич Апицын прошел войну и, в общем, закончил ее, имея три ордена Красной Звезды и медали за отвагу и с боевых слуги. Вот, кстати говоря, он был очень интересный человек. Он еще до войны, он, в общем, человек был самоучкой, уроженец Малоземельской тундры. Он еще до войны очень влюбился военным делом. Прошел курсы авиахима, это был тогдашний аналог оборонной организации, тогдашний ДСАФ, потом называлось, последствия. И даже летал на планере. Учился летать на планере. Ты на Венмаре жил? Да, он уроженец нашего округа. Он летал на планере, освоил полет на планере, затем вернулся сюда. Это был 35-й год. Здесь он уже занимался вопросами оборонными. Издавал тундровую газету, называл ее «Красная звезда», как орган наркомата обороны. То есть это был человек очень увлеченный военным делом, и с началом войны он ушел на фронт, воевав на Карельском фронте в бригаде морской пехоты. В общем, бригада была очень интересная. Это была 80-я бригада морской пехоты. Она была сформирована на Черноморском флоте из участников обороны Одессы. И затем она прибыла на Карельский фронт и воевала там. Вот он воевал с ними Месси, был трижды ранен. Затем, после трех ранений, уже он был старший лейтенант, он закончил курсы при Ростовском самоходно-артиллерийском училище, вернулся снова на фронт и, в общем, закончил войну уже в Германии. Вернулся обратно в 1946 году. Это, я считаю, очень такой яркий показатель, как уроженец нашего округа, в общем, такой очень бедной семьи сумел сделать такую интересную военную карьеру. Ну, не менее интересная судьба, например, Николая Филипповича Италия. Он тоже у нас здесь в округе работал. В 1934 году совершенно добровольно отправился учиться в Ленинградское пехотное училище, которое закончил успешно через три года. И затем учился в его военной карьере, он прошел путь от командира возвода до начальника штаба стрелковой дивизии. Он закончил войну в Курляндии в 1945 году, будучи начальником штаба стрелковой дивизии. Он был награжден двумя орденами, медалью сбыве слуги. Ну, а затем, после войны, его судьба была еще более интересна. Он попал служить в Одесский военный округ. И, в общем, служил в штабе маршала Жукова. Как раз тот был тогда выслан туда в Одессу. И вот полковник Толеев служил как раз под его началом. Затем он служил на Урале, в Германии. И затем, в 1957 году он уже был демобилизован. Начались как раз в Хрущевские, скажем так, чистки армии. То есть, людей стали увольнять массово. И он оказался в отставке. Ну, вот, действительно, тоже очень яркая биография. Тоже выходец из, в общем, простой семьи, ненец. Однако, вот, дошел до звания полковника, начальника штаба дивизии. Это, в общем, такая, точнее, уже серьезная должность для человека, прошедшего военную службу. А кто-то из героев исследований, кого-то удалось, довелось живым встретиться? К сожалению, нет. То есть, все эти люди, они достаточно давно уже умерли. То есть, из, скажем так, ну, практически, вот так сказать, последних, тех, кто скончался, вот по книге это, в общем, видно, это Антон Антонович Валейский. Он умер в 2015 году. Жил он в республике Коми, в селе Новикборш. Вот, умер он уже, им было к этому времени 95 лет. 95 лет. Тоже очень такая яркая личность. Воевал, он был призван еще в 40-м году отсюда, из Наринмара. Уходил сюда на войну. Это был призыв 40-го года. Они все попали служить под Мурманск в 14-ю стрелковую дивизию. Он попал служить в артиллерийский полк. Это была целая группа большая. И в боях уже в начале войны отличился. Вот, как указывалось в документах, он вынес под огнем противника знания полка. Вот, затем он воевал вполне успешно на Киевском фронте. Был награжден орденом Красной Звезды, медалью за отвагу. Вот, а затем он попал уже в дивизию после окончания боевых действий в Карелии и перебросили в Польшу. И вот там он тоже совершил подвиг. Он корректировал огонь артиллерии. Он был артиллерийский разведчик. И для того, чтобы подвигать огонь артиллерии, он, в общем, подобрался очень близко к медицинским позициям. И получил тяжелейшее ранение. Ему оторвало руку. Оторвало руку. Он, значит, был вытащен с поля боя. Он, кратически, потом долго лечился. И командование полка, не зная о том, что он остался жив, наградило орденом славы. Но орден славы этого не получил, потому что он уже находился в госпитале. Тем более в Алма-Ате. А командование госпиталя в Алма-Ате тоже представило к награде, получившего тяжелое ранение. Вот этот орден получил. Вернулся он с войны, имя орден славы, красной звезды и медаль за отвагу. Настоящий герой. Прошло практически 7 десятилетий. И в 2007 году второй орден тоже отморожился. И он получил второй орден славы. То есть вот такая у него интересная судьба. Вот он прожил большую жизнь, почти 95 лет. И скончался, повторяю, вот уже по нашим меркам недавно. Но по историческим для меня это уже давно. Потому что, к сожалению, я когда стал заниматься этим проектом, это было, в общем, два с половиной года назад. Что в итоге будет? Уже проговорились. Это будет книга. Когда планируется издание? Ну, я надеюсь, что в ближайшей перспективе какое-то все это все-таки станет реальностью и станет книгой настоящей. Книга называется «Подвиг народа» об участии немцев во Второй мировой войне. Потому что там берутся не только события, великолепно и финская война, и советско-японская война. Потому что немцы принимали участие и в этих событиях очень активное. Ну, а в перспективе, ну, хотелось бы, наверное, проект расширять. Потому что интересно было бы, потому что есть, например, интересные данные об участии других северных народов. Их у нас огромное количество. Дело в том, что были среди них и знаменитые снайперы. Вот, кстати говоря, у нас такое некое, ну, скажем, такое некое заблуждение, мне кажется, что все на фронте были снайперами северного народа. Но совсем нет, конечно. Воевали обычно в пехоте. Снайперов было сравнительно немного. Просто их имена были на слуху. Их имена были на слуху. И вот именно многие северяне, они, ну, скажем так, как, допустим, Иван Кульбертинов, знаменитый, да, Венка, который там настрелял, по-моему, чуть ли не 300 с лишним немцев. Вот. Их имена на слуху. Вот. Но воевали везде. То есть и в пехоте, и в артиллерии, и минометчики, и разведчики, и, ну, практически все виды военно-специальности представлены. И шифера были, кстати говоря, что интересно даже. И танкисты были, ну, даже и летчики были. Например, один из, первый ненец-летчик, Василий Карелин, он уроженец, вот, скажем так, Ханты-Нансийского округа, он, соответственно, еще до войны получил военное образование, закончил, значит, Ейскую военную школу летчиков, стал военным пилотом и, в общем, вполне успешно служил военной авиацией. То есть даже такие были исключения. Были воздушные стрелки, например, Илья Катетта, уроженец Ямала, он, в общем, прошел войну с 43 по 45 год, совершил, скажем так, как воздушную стрелку Л-2, около 80 боевых улетов. Ну и самое интересное, что он сбил еще тренедческий самолет из пулемета. То есть настоящий герой, он был награжден тремя орденами, медалью за отвагу, вот, но с войной он тоже не вернулся, то есть, к сожалению, погиб. Поэтому вот таких биографий, их много, и об этом надо говорить, потому что, к сожалению, об этих людях, ну, порядком подзабыли, потому что, ну, как-то мы обычно говорили о каких-то героях таких больших и громких, а были герои, которые совершили подвиги, и о них мы, к сожалению, мало знаем, мало помним. Наверное, пришло время о них поговорить. Юрий Викторович, наше время подходит к концу. Я знаю, что вот праздновать 20 ноября в Ненецком округе будет, оно будет отмечаться, но это будет онлайн, да? Потому что будут, пройдут какие-то мероприятия, что это будут за мероприятия? Ну, вот, планируется проведение в ближайшие выходные круглого стола, как раз он будет межрегиональный, вот это некая перекличка, наверное, регионов, это и Мурманская область, и Республика Коми, и Ямал, и мы, соответственно, да, вот, четыре северных региона, которые выйдут на связь, ну, и, в общем, поделятся своими наработками, своими данными о том, что, в общем, удалось сделать за последние годы, действительно, как бы ведь, и не будем забывать, что и в Мурманске открыт памятник недавно, буквально вот в прошлом году был открыт памятник воинам-леневодам, что тоже приятно, потому что вот у нас был открыт памятник первый в Российской Федерации, это у нас в 12-м году, затем следующий памятник был открыт в Республике Коми, вот, тоже воинам-леневодам, и вот еще один памятник появился в Мурманске, в Мурманске, в центре Мурманска, что тоже очень приятно, потому что, ну, вот, не забывая все-таки Воинов-леневодов, казалось бы, скромные люди, извучники. Нет, они не извучники, они, в общем, совершали свое дело, делали это очень хорошо. Поэтому действительно мы говорим о том, что, наверное, как-то мы сверим часы свои, постараемся понять, кто что видит, кто что представляет. Спасибо, Юрий Викторович, что уделили время, пришли к нам на эфир. А я напоминаю, что сегодня мы говорили о подвиге наших земляков в Великой Отечественной войне. И в гостях у нас был историк, автор книги «Оленная армия» Юрий Канев. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok